Ситуация в Идлибе наколена до предела. Турция сбила два сирийских истребителя Су-24, по крайней мере об этом утверждает турецкая Минобороны. Пилоты катапультировались, по предварительным данным, с ними все в порядке. Ранее в районе Идлиба был сбит турецкий беспилотник. Сирия закрыла над провинцией небо. Между тем журналисты агентства «Спутник» в Турции выпущены на свободу. Они давали показания прокурору. Ночью в квартиры журналистов в Анкаре ворвались неизвестные, обвинив их в предательстве Родины за то, что работают на русских. Им угрожали разборки. Турецкие войска сбили в воскресенье в Идлибе два Су-24 сирийских ВВС, по крайней мере так утверждают Минобороны Турции. Пилоты смогли катапультироваться. В свою очередь подразделение сирийской армии сбили близ города Саракиб, турецкий беспилотник, принадлежавший террористам. Ранее российская Минобороны назвала фейком информацию о том, что из ПЗРК был сбит наш бомбардировщик. Сегодня сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом, отметив, что любой самолет, нарушивший воздушное пространство в указанной зоне, будет сбиваться как враждебный. В воскресенье же выяснилось, что турки еще 27 февраля начали в Идлибе операцию «Весенний щит» в ответ на гибель турецких военных. Еще недавно обсуждались возможности для мира. 5-6 марта в Москве должна состояться встреча Путина и Эрдогана. Последние события мы обсудили с председателем Президиума Совета по внешней обороне и политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. С ним беседовала Татьяна Калинина. Во-первых, надо понимать, что идет скокновение, которое сейчас, как и во всех других случаях, сопровождается мощнейшим информационным шумом и нагнетанием. Поэтому все эти сыпящиеся новости, сбили, закрыли, поразили, это все надо, как говорят, делить на несколько. Что там в итоге, каковы будут результаты этой кампании, мы узнаем чуть позже, когда схлынет вот эта пена. 5-го числа уже объявлен визит Эрдогана в Москву. С ним поедет вся верхушка Минобороны, МИД и разведка. То есть понятно, что будут опять очень серьезные переговоры, как дальше будут складываться взаимоотношения России и Турции в Сирии. Довольно примечательно, что вначале Эрдоган объявил о том, что он ждет Путина в Стамбуле 5-го числа, а в результате, ну, как, собственно, и ожидалось, он едет в Москву. Понятно было, что Путин ни при каких обстоятельствах на поколок Султана, так сказать, не поедет, а если что, то готов принять проситель у себя. В преддверии этих переговоров турецкая сторона стремится создать более благоприятные переговорные позиции для себя. А это производится путем успехов, что называется, на земле. Поэтому вот эта вот атака, ответная на успехи сирийских войск и российской авиации за последние пару месяцев, это желание максимально отодвинуть обратно, нивелировать то, чего достигли сирийцы, и уже с этих позиций вести торг. То, что торг будет идти, это очевидно, то есть никакой войны между, там, чтобы не говорили какие-то заполошенные комментаторы, никакой войны речи быть не может Россия и Турция. Ну, вчера советник Эрдоган на Месудхаке сказал, что мы, говорит, 16 раз уже воевали, и можем в 17 раз это сделать. Нет, ну, знаете, у нас тоже на машинах пишут, мы, 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 в Тавете, значит, мы идем на Берлин опять. Это тоже пропаганда, все понятно, психологическая война. А некуда деваться друг от друга России и Турции в Сирии, и договоренности почти неизбежны. Есть, конечно, шанс, что закусываются у дела, ну и там уже рациональное начинает отступать. Когда речь идет о лидерах такого темперамента, как Эрдоган, ну, исключать это полностью невозможно. Но мне кажется, что все-таки этого не будет, иначе бы он не ехал. И с российской стороны как раз появляется максимальная хладнокровие и расчетливость. Сдержанность. Никто не хочет обострять. Там есть масса других факторов. Там, например, как говорят на жаргоне, под замес попал Иран. Иранские силы и проиранские, типа Физбалы, они воюют вместе с сирийцами. У них, собственно говоря, к туркам нету претензий. Но теперь получилось, что они под огнем, уже есть погибшие. Иран это дико напрягает. А будет Москва реагировать, вот если подтвердится, что действительно турки сбили сирийский самолет? Я бы прям вот стопроцентно на веру заявления турок не брал, потому что участвуют там российские самолеты или какие-то подразделения или нет, мы не знаем. Если турки скажут, что в ударах участвуют русские, они тогда должны, ну, не сирийцев объявить вражде. Воевать союзникам. Да, воевать. Ну, союзникам мы не будем, не дай бог, ни в коем случае не союзникам. Ну, по крайней мере, согласно Сочинскому меморандуму, мы все-таки какие-то союзники. Но дело даже не в том, партнеры или не партнеры, а в том, что это абсолютно другой масштаб боевых действий и совершенно другая сила. Сирийские войска для Турции легкий противник, достаточно. А вот России нет. Поэтому я думаю, что что бы там на самом деле ни было, Турция будет до последнего избегать упоминания о том, что есть прямое противостояние. Потому что это очень обязывающее заявление. За этим, ну, что-то надо делать, нельзя просто сказать, нас русские атакуют, а мы вот сидим и ждем. В самой Турции ночью ворвались, правда, в квартиры турецких сотрудников, неважно, спутника. Обвиняли в том, что они предатели Родины, работают на русских. Сейчас их задержали. Это очень прискорбно и отвратительно, потому что мы видим буквальное повторение в турецком варианте истории Вышинского на Украине. Потому что их обвиняют в публикации, посвященной истории. Понятно, что это чисто провокация. Что касается перспектив того, как отношения с Турцией будут складываться у нас. Все возлагают надежды вот на этот разговор Путина с Аздаганом. Федор Лукьянов. Сейчас в Тамбольском офисе российского агентства «Спутник Турция» проходит встреча адвокатов и сотрудников нашего генконсульства с турецкими полицейскими. Перед этим был задержан главный редактор бюро. Одновременно полиция проводит обыски в офисе «Спутника», причины которых пока не называют. Ранее полиция задержала в Анкаре трех турецких сотрудников «Спутник Турция». Причиной якобы стала публикация на сайте агентства под заголовком «Украденная провинция, почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». Речь о провинции Хатай-Сасджу, этот регион отошел к Турции в 1939 по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории. Задержанных в Анкаре журналистов некоторое время назад завели во дворец правосудия, где они должны были дать показания прокурору. Ночью в их квартиры ворвались агрессивно настроенные националисты. Они угрожали им физической расправой и называли предателями Родины за то, что работают на русских. Подробности нам рассказал директор по коммуникациям «МИА Россия сегодня» Петр Лидов. Вчера вечером в квартиры наших троих сотрудников в Стамбуле попытались вломиться группы протестующих граждан со всякими националистическими лозунгами. Те вызвали полицию, полиция пригласила всех в отделение, где они были задержаны. С ними до сих пор нет связи, но мы понимаем из наших источников, что им пытаются предъявить некие обвинения. Возможно, сегодня будет заседание суда, которое должно решить по мере пресечения. Параллельно с этим сегодня с утра в офис в Стамбуле пришли полицейские, пришла полиция. Там находились дежурные сотрудники, полиция попросила встречи с руководством, рассказала, что будет ждать. Руководство приехало, приехал наш руководитель представительства России сегодня Максим Дурнев туда вместе с представителем консульства Министерства иностранных дел и с адвокатом. У нас задержан был у себя дома главный редактор, поспорник Турции, ждет приезда адвоката. Мы, естественно, моментально обратились и в МИД, и в международную организацию. Высказался Арлен Дезир, он отвечает в БСЕ за связи же прав журналистов. Ну, собственно, МИД наш выступил, мы сами выступили с заявлением. Ну, в последующий момент наша главная забота, конечно, безопасность, понять, в чем обвиняют наших журналистов. Будем добиваться того, чтобы они были отпущены сегодня. Ну, понятно, что все это связано, скорее, ну, практически наверняка с политической ситуацией, взаимоотношениями с Турцией и Россией. Большинство журналистов граждан Турции, поэтому для них ситуация может быть, ну, скажем так, по-своему сложной, у них нет возможности уехать, они не иностранцы. Петр Лидов, как сообщает ТАСС, о ссылке на родственников и близких журналистов, сотрудники агентства «Спутник» в Турции выпущены на свободу. В то же время ответные меры в отношении турецких СМИ не заставят себя ждать, об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на свой источник в российском МИДе. В итоге к вечеру субботы границы Турции пересекли около 50 тысяч человек. Андрей Жвирблис о том, как могут развиваться события дальше. Выступая перед членами его партии в пятницу, Эрдоган сказал, что Турция более не намерена препятствовать проходу беженцев в Европу. Причем Эрдоган не увязывает напрямую тему возможного пропуска беженцев с тем, что происходит в Идлебе, и с тем почти миллионом беженцев, которые ждут сейчас с сирийской стороны. Он говорит только о деньгах. Поэтому это не угроза, это констатация. Граница открыта, говорит турецкий политолог Тагрул Измаил. Проблема беженцев это не проблема только Турции. Сейчас ожидается, если в Идлебе, оттуда еще 4 миллиона. Фактически получается, что зона, где контролер Турции или самой Турции, больше граждан Сирии, чем самой Сирии. Здесь еще дано понять, что они должны принять участие в проблеме беженцев Турции. Это просто не препятствует. Кто хочет остаться, остается. Кто хочет уехать, может перебраться. Любые границы сейчас для беженцев открыты. Сейчас беженцев организовано автобусами муниципалитетов, которые контролируются правящей партией справедливости и развития, везут границы с Евросоюзом. Причем сирийцев среди них немного, свидетельствует директор Турецкой ассоциации исследований прессы и закона Бориш Алтенташ. Начиная с страшного дня, люди на автобусах принадлежащие муниципалитеты Государственной партии. Булгария и Греция не пускают к себе. Вчера ночью очень много семей ждали, несколько вернулись в Томбо. Большинство бизнесов, которые пытаются не селиться, а в Канг, в Пакистан, люди из Ирака и так далее. Эрдоган заявляет, что из миллиардов, которые обещал Евросоюз, в Турцию поступили буквально крохи. Причем почему-то через посредников. И предложил вернуть эти деньги, причем даже больше. «Я вчера сказал, Меркель, — говорит он, — если вы не дадите нам обещанные деньги, тогда мы отправим этих беженцев к вам. И я вам отправлю не 25 миллионов евро, а 100 миллионов». На самом деле Эрдоган затеял этот маневр, чтобы оказать давление на Россию. Чтобы она перестала поддерживать Башара Асада, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. «Он все время говорит, что ему недоплачивают за то, что содержит беженцев в связи с обострением резкой ситуации в Иглибе. Он рассчитывает прежде всего на то, что угроза новой волны беженцев вынудит Евросоюз сделать все для того, чтобы оказать давление на Россию и через Россию на президента Асада, чтобы остановить любые боевые действия и прекратить уничтожение этого последнего террористического анклава в Сирии. Международные соглашения гласят, что беженцев из зоны военных действий нельзя высылать не только в страну, в которой идет война, но и в сопредельные государства. Поэтому, когда сирийцы из Турции попадают, например, в Грецию, Евросоюз обратно их выслать не имеет права. А вот граждан других стран он высылает достаточно энергично. Из общего числа беженцев с начала миграционного кризиса 6 лет назад именно сирийцев, то есть тех, кто имеет 100% право на убежище, в Европу въехало значительно меньше миллиона. Поэтому угроза Эрдогана увеличить это число в несколько раз для Брюсселя, мягко говоря, не очень приятна. Продолжение следует...